Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев поручил министру по управлению государственным имуществом Алексею Пьянкову разработать вопрос выделения земли под строительство кооперативного дома для работников театральной сферы. Такое поручение глава региона дал в ходе рабочей встречи с главой МУГИСО. Напомним, Евгений Куйвышев встретился с членами Свердловского регионального отделения Союза театральных деятелей России. Глава Свердловской области отметил, что основной задачей сейчас является сохранение человеческого потенциала и укрепление кадрового состава для того, чтобы наши талантливые артисты оставались жить и работать на Среднем Урале. И здесь наиболее остро стоит проблема обеспечения работников культуры жильем. Руководитель Свердловского театра музыкальной комедии Михаил Сафронов предложил проработать вопрос по созданию кооперативного дома для работников театра или общежития гостиничного типа для молодых актеров. Он отметил, что актеры сегодня в среднем получают шанс на покупку собственного жилья только к 50 годам. Я вам вчера дал поручение подобрать земельный участок под строительство кооперативного дома и дома на арендных условиях. Я сейчас вам озвучу это, займитесь этим в кратчайшие сроки, как только будут готовы предложения, доложите мне потом. По словам Алексея Пьянкова, в 2013 году в Свердловской области по поручению губернатора уже реализован пилотный проект по созданию жилищно-строительного кооператива работников бюджетной сферы. На эти цели через фонд содействия жилищному строительству был выделен первый земельный участок, находящийся в собственности Российской Федерации, площадью 1 гектар в микрорайоне Краснолесье в черте Екатеринбурга. В созданный кооператив вошли работники учреждений культуры, здравоохранения и образования. Реализация подобных проектов на Среднем Урале будет продолжена. Театральные деятели – это тоже работники бюджетной сферы, сферы культуры. Они подпадают под закон, который предусматривает возможность бесплатного предоставления земли. То есть весь смысл заключается именно в том, что МУГИСО будет предоставлять бесплатно землю жилищно-строительным кооперативам, в которые входят работники, в том числе театральной сферы. Конечно же, мы сегодня уже встречаемся с министром культуры Свердловской области для того, чтобы актуализировать список. Списки всех работников учреждений культуры, в том числе театральных деятелей, уже сформированы. Мы просто их актуализируем детально, возьмем в работу и, исходя из этого, будем готовить земельные участки для предоставления соответствующим ЖСК. Он добавил, что если земельный участок по поручению губернатора под кооперативный дом для актеров будет подобран оперативно, тогда до конца 2014 года на нем уже будет начато строительство. Алексей Пьянков также доложил Евгению Куйвашеву о результатах работы МУГИСО в 2013 году и планах на текущий год. Он подчеркнул, что все задачи, поставленные в начале прошлого года, министерство выполнило и по большинству показателей перевыполнило. Так, например, плановые показатели по наполнению доходной части бюджета Свердловской области от управления госсобственностью перевыполнены на 15%. МУГИСО в начале 2013 года по поручению Евгения Куйвашева взяла на себя обязательства по предоставлению не менее 2000 земельных участков льготным категориям граждан. Этого ждали все нуждающиеся, в том числе и в Артемовском городском округе, так как не каждая семья может его позволить себе купить. По итогам года этот план также был перевыполнен и льготникам региона было выделено 2100 участков. Уже в январе 2014 года министерство еще предоставит 350 таких площадок. Евгений Куйвашев на рабочей встрече поставил перед министерством задачу – обращать особое внимание на процесс обеспечения земли инженерной инфраструктурой.